Дорогие друзья, мне кажется, что все, у кого есть минимальная возможность помочь проекту «Живая классика» деньгами, рекламой, добрым советом, участием, должны это немедленно сделать. Почему? Мы прекрасно понимаем, в каком состоянии находится российская педагогика и насколько вообще сегодняшней российской власти нужно воспитывать умных людей, тем более она не заинтересована в пропаганде той литературы, в которой вся правда про нее сказана еще 200 лет назад. Поэтому мне кажется, что мы должны сами своими руками как-то скидываться и просвещать собственных детей. Проект «Живая классика» может быть самый полезный в литературоведении последнего времени, потому что тексты, написанные вот те самые 200 лет назад, они насущно необходимы сегодняшнему школьнику. И нужно, чтобы кто-нибудь ему сейчас объяснил, насколько эти тексты нужны и живы, насколько все в них правдиво, насколько описаны там истории, абсолютно точно взятые из тогдашней и в общем нынешней нашей жизни. Нужно вернуть контекст, нужно найти умного и тонкого и грамотного посредника между классической литературой и современным молодым читателем. Вот этим занимается проект «Живая классика». Он снабжает шедевры русской литературы в основном 19 века подробным и внятным комментарием, рассказывает о прототипах, показывает контекст критического восприятия, в общем возвращает эти сочинения в разряд живых и актуальных. Так произошло с «Капитанской дочкой», после которой, я думаю, школьник сразу поймет, что такое русский бунт и от чего он бывает. Так будет, я надеюсь, с героем нашего времени, которым я лично намерен заниматься. Также получилось, по-моему, замечательно «С горем от ума», которое в интерпретации Виктора Куле стало просто хроникой дня сегодняшнего. В общем, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети выросли грамотными, читающими и сообразительными, вы поможете проекту «Живая классика», а если нет, тогда вам ничто уже не поможет.